Всем привет, друзья! С вами Олеся, и в этом видео будет новый влог, домашний влог. И расскажу также кое-что из новостей. Моё добро. Видите, я вышла на улицу со всем своим добром. Сейчас поеду фотографировать одно B&B. Друзья, сегодня я фотографировала новый Bed & Breakfast в городе Барри. Его открывают мои друзья, поэтому с удовольствием хочу про него рассказать. Друзья мои любят стиль, любят дизайн. Когда они устраивают вечеринки, это всегда стильно, всегда интересно. И мне кажется, что их Bed & Breakfast тоже получился очень уютным. Называется эта структура B&B La Casa del Piscatore, дом рыбака. Оно находится недалеко от порта в Санто-Спирито. Не то, что недалеко, а вообще за угол завернуть, и вы как бы вот в порту. И этот порт вы очень часто видите в моих влогах. Завтрак для посетителей Bed & Breakfast будут накрывать в баре с видом на порт и на набережную. Бар называется Баба Яга. Для итальянцев это название ни о чём не говорит. Они вот так произносят смешно Баба Яга. Но мы-то наши русские люди и славянские. Мы сразу понимаем, что за этими словами кроется. Это не Баба Яга какая-то, это бар Баба Яга. Вот эти апартаменты La Casa del Piscatore, они находятся на первом этаже старого здания, типичного для юга Италии. То есть это высоченные потолки и небольшие комнатки. Тем не менее, в этом B&B может расположиться до пяти человек. Есть кухня со всем необходимым. Наверху небольшая терраса с видом на застройку. Сам по себе вот этот райончик Санта Спирита, он не то, что прям богат на достопримечательности. Нет, такая обычная спальная зона итальянская. Хотя сюда любят приезжать погулять по набережной итальянцы из соседних городков, из центра Бари. И у меня на канале даже есть видео с экскурсией, в которой моряк из местной ассоциации рассказывает про историю города. Однако, чем удобно вот это B&B в этой зоне? Дело в том, что аэропорт в Бари, он находится буквально в 15 минут машиной. Он очень недалеко. И здесь от этого места 5-10 минут ходьбы, железнодорожная станция. Из этой станции очень удобное сообщение, поездаем по всей Апулей. В двух минутах ходьбы от B&B есть несколько автобусных остановок. Рядом же этот порт, магазины, рыбный рынок, рынок фруктов и овощей. Набережная красивая погулять, супермаркеты, церковь местная. В общем, если вы без машины, то вам будет очень удобно из этого места передвигаться по югу Италии. Если вы на машине, то совсем рядом сейчас строят большую автостоянку, так что тоже будет очень даже удобно. Иностранные туристы очень часто снимают B&B в этом районе на несколько дней. Знаете, как прилетают с аэропорта остановиться, тут 3-4 дня передохнуть после перелета, окунуться в размеренную местную жизнь в итальянской глубинке. А потом, если они хотят песчаный пляж, то могут ехать южнее в Салента или севернее в Гаргана. Или могут остановиться здесь те, кто любит чистую воду, потому что здесь море, такое, знаете, каменная плита и галька. Ну я уже миллион раз вам показывала, какой здесь берег. Здесь есть платные и бесплатные пляжи. От этого B&B море в двух шагах буквально. Ну море, там порт, платные лида, бесплатные пляжи с каменной плитой, с галькой. Общественный транспорт для поездки по достопримечательностям Апулии тоже в шаговой доступности. За углом рыбный рынок со свежей рыбкой и морепродуктами из Дриатики. Супермаркеты, бары, рестораны, все рядышком. В общем, классное место. Кто собирается в отпуск на юг Италии, то звоните хозяинам и бронируйте. Я в описании оставляю ссылку на локацию в гугл-картах. Или когда сделают страницу на фейсбук, я тоже оставлю ссылку на эту страницу. Или когда они сейчас должны зарегистрироваться на Airbnb, я тоже эту ссылочку на них оставлю потом. В общем, можно пройти даже на гугл-карте по локации, посмотреть, где именно находятся эти апартаменты. А в их описании есть телефон-хозяин тоже. В общем, еще в описании оставлю тоже ссылку на экскурсию по этому райончику Санта-Спирита, где находятся эти апартаменты. Я тоже оставлю эту ссылку. Так, ребят, смотрите. Смотрите, ребят, что у нас есть сегодня. Ёжики. Сезон ежей морских. Морские ёжики по 15 евро. Вот это вот кушают с хлебушком внутренне. Очень вкусно. Но я вообще-то сегодня пришла за сепиями. Свежачок, все свежее, все вкусное. Как видите, все есть, все нормально. Несмотря на то, что бастовали какое-то время рыбаки, морепродукты у нас есть в наличии на выбор любые много вкусного. Я вот сейчас спросила, как у нас тут, если были забастовки рыбаков, ну, изменились ли у нас цены на морепродукты или нет. Вот мне рассказали, что, в принципе, здесь на юге, ну, так, удержали цену, да, скажем, на морепродукты. Единственное, что этот, семга, вон там она лежит, норвежская семга, она сюда приезжает издалека. Это не местная рыба. Вот. Вот она стоила 15 раньше, теперь она по 19 евро за кило. Вот она, выросла на нее цена. А на все остальное, ну, плюс-минус осталось то же самое. Если что-то изменилось, то, как бы, ну, несущественно. Вот. Такие вот дела. Кстати, цену на бензин-то у нас снизили. Вчера мы ехали, видели заправки Enel. Была цена дизель 1,78 и бензин 1,8,1,83. То есть цену, да, действительно снизили. Это до конца апреля. Теперь у нас такая цена на бензин, так что пока, пока живет Юг Италии. Первая новость, про которую хотела поговорить. Я писала у себя на Дзене, я писала об этом в сообществе YouTube, что ночью на понедельник в баре обокрали статую Святого Николая, которая стоит в стеклянном ящике на первом этаже базилики. На верхней части, получается, да, потому что в подземной части, я показывала вам много раз, в подземной части базилики, там алтарь, под плитой которого хранятся мощи Святого Николая. Писали люди некоторые, держи нас в курсе, что там происходит, что будет с этой кражей. Напомню, что эту кражу сделали ночью на понедельник, в 4 утра кто-то пробрался, снял решетку на неглавном фасаде, снял решетку и таким образом залез в базилику и совершил эту кражу. И вот в 6 утра пришел уже Панамарь, по-моему, сотрудник, который там готовит все к мессе утренней, и вот он и обнаружил кражу и вызвал полицию. И вот спрашивали, а как же камеры, а как же сигнализация? Я не знаю вообще, как там устроена сигнализация. Думаю, что не может быть, чтобы в таком месте не было сигнализации. Скорее всего, сигнализация там есть, но как бы, ну, я не полицейский, я не в курсе всех этих дел. Камеры там, конечно же, есть и внутренние, и наружные. И вот по этим камерам сказали, что, скорее всего, был один только человек, и он был в капюшоне, там как-то вот записи были темные, но тем не менее, кое-что по этим камерам отследила полиция, и вот уже был задержан человек, человек этот 50-летний марокканец. В общем, сейчас разыскивают золото с этой статуи, разыскивают все эти вещи, которые на ней были, и которые были украдены. Было украдено кольцо со статуей, было украдено ожерелье, книга с тремя серебряными шарами. В общем, это ценные вещи для верующих, эти вещи представляют большую ценность. Ну и какую-то часть денег, которые тоже кидают в ящик. Люди, которые приходят поклониться к мощам Святого Николая, они там кидают деньги в специальный ящик для пожертвований, и, в общем, это вот все как-то там украли. В этот раз у нас йогурт-склубник. Мы как едем забирать подружку Женину, Женя все время грызет йогурт какой-нибудь. А этот склубник вкусный? Без... Розалия поет песенку. Чента Ченкуанта, Лагалина Канта. Спой, Розалика. Не надо меня снимать. Чао, Ченкуанта, Лагалина Канта. Все. Чао. А ты меня потом вырежешь. Окей. Когда она поет, да? Нет, меня. Хорошо. Моя лица выглядит. Ну что, друзья, цены на бензин понизили. Я говорила, что у нас тут собираются сейчас снизить акцизы. Снизили акцизы на 30,5 центов. Цены на топливо у нас уже достигали почти 2,5, почти 2,6 было. Но после того, как снизили акцизы, цена упала. Вот смотрите, мы сейчас будем проезжать с Женькой. И специально подсняли цены. То есть теперь 1,7, а 1,8, да, в среднем цена на бензин и на дизель. Котик, смотри. Котик пошел. Котик. В общем, такой получился влог. Если вам было интересно, поставьте лайк. Сейчас у нас не монетизируются просмотры из России. И вообще с монетизацией стало все очень грустно. Доходы от YouTube, доходы от рекламы стремятся вообще в пропасть. И это, конечно, немножко обидно. Поэтому, если вам нравятся мои видео, то поддерживайте меня лайком. Пишите комментарии. Четыре слова и больше. Это всегда помогает. Развитие канала. Хочу сказать, что снимать я буду. Писали девчонки там, не бросайте. Ну, куда же я брошу? Снимать видео я люблю. Поэтому снимать видео я, конечно же, буду. На YouTube я останусь. Я надеюсь, что все-таки Россию от YouTube не отрежут. Надеюсь, что эта связка у нас останется. Тем не менее, я выкладываю видео также на своем канале Яндекс.Дзен. Оставлю ссылку внизу. Пытаюсь разобраться с группой ВКонтакте, но не знаю, что-то отвыкла я от ВКонтакта. Поэтому мне как-то сложно там работать. Но я периодически стараюсь. В общем, если вам удобнее смотреть видео ВКонтакте, то оставляю ссылку и на ВКонтакте тоже. Вот такой получился влог. Надеюсь, что вам понравилось. С вас лайк. Я вам всех целую и обнимаю. Я вам всем желаю мира, любви. И увидимся в следующем видео. Чао-чао. Всем пока-пока.